24 августа 1995 года выходит совершенно революционный и инновационный продукт который положил начало той самой легендарной линейки windows 9x славившиеся по мнению разных пользователей стабильностью или же не стабильность быстрой работе или же нечто тормозящим синие экраны смерти даже когда не получилось даже банально записать что-либо с диска или на диск и много-много других фишек о которых я сейчас и расскажу windows 95 является операционной системой от корпорации microsoft выпущенный для обычных пользователей компьютеров с гибридной 16 32-разрядной системой она основана на ядре мс-дос дисковой операционной системы и как раз интегрирована в нем само же обозначение операционная система может казаться не совсем корректным поскольку windows 95 использует мс-дос для загрузки системы через прописи в бат файле autoexec но все-таки было принято назвать это операционной системой последняя же версия windows 95 это ом сервис релиз два с половиной вышедшая 28 ноября 1997 года в нем включалась последняя версия windows интернет-эксплорер 4 с интеграцией актив десктоп и прочими тогдашними нововведениями на данный момент поддержка окончилась еще 31 декабря 2001 года и ее состояние историческое несмотря на это windows 95 остается культовой для некоторых пользователей операционной системой в том числе и ветераны microsoft на русском языке же последняя поддерживаемая версия osr оем а точнее оем сервис релиз 2.1 с интернет-эксплорер 3 на борту удивительно но ртм-версия операционной системы поставлялась без браузера интернет-эксплорер только позже добавили туда как включительный компонент windows кодовое наименование 95 винды чикаго windows 95 была разработана для максимальной совместимости с существующими программами и драйверами устройств мс-дос и 16-разрядной версии windows предлагая при этом более стабильную производительную систему для лучшего разнообразия и конечно же представления данной операционной среды будем ставить на эмулятор старых пк 86 бокс можно по желанию и вкусу выставить другие параметры если уметь конечно пользоваться этой штуковиной смотря на то что windows 95 можно поставить и с 386 совместимым процессором типа intel 8386 sx рекомендуется конечно же по требованию microsoft выставить 486 совместимый процессор вроде intel 8486 но мы для но мы для лучшего удобства возьмем intel pentium с частотой 133 мегагерц если вы хотите видео про использование эмулятора 86 бокс дайте знать напишите в комментариях не будем тянуть кота за хвост начали для установки windows 95 потребуется либо уже установленная системе ms dos или загрузочная дискета так как с диски с системой windows 95 не загрузочные выбираем сначала образ дискеты и вставляем в виртуальный привод затем после запуска dos дискеты прописываем команду для запуска утилиты fdisk затем следуем по указанному видеоряду выполнение выполняем действие прочие команды можно по желанию сразу сразу сделать раздел dos активным но как удобно и Субтитры создавал DimaTorzok После совершенных действий вставляем диск с Windows 95 и прописываем в директорию, в которой указан привод компакт-диска. Прописываем команду установки. Кстати, можно прописать параметр слэш вопрос и узнать основные ключи для упрощения установки операционной системы. Устанавливаем Windows 95, как обычно. Пишем имя пользователя, имя организации не обязательно. Прописываем ключ продукта или же серийный номер. Указываем также и другие параметры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно не обязательно создавать загрузочный диск, но поскольку, как видели, немного испорчен в результате экспериментов установки Windows 3.11, то я запишу. Ещё раз, можете этого не делать, если необходимости таково нет. Начинается копирование файлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый этап установки завершён. Производится загрузка уже с жёсткого диска. Здесь встречается типичная проблема в эмуляторе. Система иногда не видит CD-ROM привод. Вот здесь и встретились. После тех же манипуляций мне как-то удалось перейти в последний этап установки операционной системы. Затем некоторые штрихи и, наконец, попадаем в операционную систему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Осталось только настроить систему на свой лад, и в случае необходимости загрузить нужные вам драйвера. Тестируем операционную систему. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первое, что можно увидеть, это текстовый файл Redmi, который содержит перечень файлов с дополнительными сведениями об операционной системе Windows 95. Можно, кстати, протестировать работу принтера с помощью данного текстового файла. Строка MS-DOS вызывается либо командой COMMAND, ли или DOSPR-MPT, я не знаю, как это читать, если честно. В стандартную комплектацию Windows 95 входит также универсальный медиаплеер, способный воспроизводить видеоформаты MPEG-1 и AV. Он не поддерживает форматы ВМВ и современные, как MPEG-4. Но эту проблему можно решить с помощью установки Collide Codec Packs с включенным туда медиаплеер-классик. Есть, конечно, различные конверторы под тогдашние видеоформаты, но заостряться на этом не будем. Также можно доустанавливать компоненты из Windows 95, то есть можете в любое время установить или удалить компоненты, имея при себе установочный компакт-диск, или образ такого диска, если установили или устанавливали копию Windows на виртуальную машину или же эмулятор. Графический редактор Paint до сих пор вызывает с командой PBrush, но также можно прописать EMS Paint. В линейке 9x нет такого понятия, как диспетчер задач. Он появился аж в другой линейке NT, в котором вы наверняка сейчас пользуетесь. Этот сильно урезанный диспетчер задач называется Taskman, и кроме создания процесса, выполнения программы, снятия их, вы не можете ничего сделать, увы. Но не исключается, что можно вызвать комбинацию Ctrl-Alt-Delete при запущенной операционной системе. В принципе, можно даже и завершить работу компьютера. По сути, Windows 95 это первая по счёту операционная система линейки 9x, и она положила начало всех стандартов от Microsoft в плане установки системы по умолчанию вообще. Эта операционка быстро завоевала популярность пользователей, а также вдохновила разработчиков Windows дальше разрабатывать продукты. Сейчас Windows 95 можно встретить только на древних компьютерах или же на виртуальных машинах. Если такая подобная тематика понравится, то обязательно выпустим видео про другие операционные системы Windows линейки 9x. А так мы не будем заставлять, как все, что нужно подписываться на канал, ставить лайки и оставлять комментарии, но если видео действительно понравилось, то дайте о себе знать.